Девушки отдыхают К тому же, знакомиться с новостями города и области можно на нашем сайте kirovgrad.ru и в нашем сообществе во Вконтакте Тоже Кировград Первая тема и наши гости, представим ее Алена Дудникова, руководитель государственной жилищной инспекции Кировской области Алена Александровна, добрый день Добрый день Здравствуйте Ну и мы тоже будем говорить о юбилее, о подготовке к юбилею Вот Алена Александровна сейчас спросила, да, субботники провели уже О подготовке к юбилею, взаимодействии города, государственной жилищной инспекции, управляющих компаний в этом вопросе Ну можно я начну с этого жизненного вопроса? У нас же нет никакой ответственности, да, для собственников, для жителей многоквартирных домов за то, что они субботник не провели? Нет Это абсолютно добровольное дело Это просто добрая традиция и возможность сделать что-то хорошее для своего дома и для города Ну вот каждый год мы призываем кировчан как можно активнее участвовать, да, не сидеть просто дома, выйти, прибрать, помочь прибрать свою территорию Ну, конечно, активность оставляет желать лучшего Как старший по дому Владимир может на своей шкуре тащить В лице одной семьи был проведен субботник, да, в минувшую субботу как раз-таки Ну что, давайте переходить к нашему общению, да, обсуждению наших тем Да, хотелось бы, вот первый самый вопрос, да, перед управляющими компаниями поставлена какая-то задача властями города более активно участвовать в благоустройстве прилегающих придомовых территорий, что-то делать с точки зрения приведения в порядок внешнего вида дома или они занимаются своей текущей работой? Ну, такая задача, конечно, поставлена перед управляющими организациями, но это не значит, что они не занимаются своей текущей работой То есть у жилищной инспекции с управляющими организациями каким образом происходит взаимодействие То есть мы на еженедельной основе проходим улицы, которые осматриваем, на которых будут проводиться основные мероприятия И в случае, если на территории, либо придомовой территории, либо на фасадах многоквартирного дома мы находим какие-либо нарушения, эти же надписи, например, где-то там плитка развалилась, где-то еще какие-то нюансы То, соответственно, о них обязательно сообщаем в управляющую организацию для принятия мер Естественно, учитывая, что у нас на следующий день мораторий на контрольно-надзорные мероприятия в отношении управляющих компаний Понудить к выполнению требований мы их не можем Естественно, все это производится на добровольной основе, то есть путем переговоров, где-то мы информационные письма направляем о том, что необходимо территорию привести в порядок Управляющая организация в доброжелательной форме вы излагаете свою позицию, что управляющая организация реагирует, мероприятия проводят, то, что касаются надписей, например, на фасадах, это прямо очень быстро реагирует, убирают Единственное, нюансы бывают с красками, потому что не всегда подбирают их под тон никакого стильного дома Да, понимаем, пятно такое получается зачастую, которое отличается по цвету Да, но в общем и целом реагируют, выполняют мероприятия Но по большому счету собственники за это платят, это входит в статус содержания, то есть они обязаны уже в рамках осуществляемой платы То есть это не то, чтобы перед юбилеем на них дополнительные обязанности Нет, это не перед юбилеем дополнительные обязанности, то есть это те обязанности, которые есть, это текущая работа, просто здесь такой более жесткий контроль, скажем так То есть речь идет прежде всего о тех домах, которые у нас, ну что называется, на красной линии, да? Да, Пятницкая, Преображенская, Московская, Ленина, вот эти вот все улицы, естественно, мы их осматриваем Проходим, осмотрим дома А придомовая территория? И придомовую территорию Дворы тоже, а что там не должно быть? На что обращается внимание? Ну, естественно, это мусор на придомовой территории Где-то, может быть, визуально там как-то нехорошо выглядят скамеечки, ограждения, какие-то еще вещи, которые действительно управляющая организация должна привести в порядок Деревья, например, мешают собственникам в этих домах жить, то есть где-то ветки в окно и так далее, то есть вот такие нюансы Обязана ли управляющая компания обеспечивать жителей некими средствами уборки? Мешки для мусора предоставлять? Грабли, лопаты, насилки? Смотрите, по идее уборка придомовой территории – это обязанность управляющей организации И это в ее интересах собственников пригласить на субботники, чтобы они помогли управляющей организации привести двор в порядок Конечно, уважающая себя управляющая организация обеспечит и мешками, и инвентарем каким-то, и даже, может быть, перчатками Кто-то организовывает музыку, чаепитие, естественно, обеспечивает вывоз мусора с придомовой территории То есть ряд управляющих организаций сразу же ставят бункеры для вывоза, там загоняют технику для того, чтобы вывести этот мусор сразу Чтобы эти ветки не валялись, не растаскивались и так далее Крайний срок какой-то ставится перед управляющими компаниями Какой дате? Должно быть все приведено в порядок Раньше у нас обычно к майским праздникам Ну, традиционно, к майским праздникам Ну и 27 апреля у нас, наверное, вот этот всероссийский субботник для того и сделан, чтобы после 27 апреля мы уже увидели чистый город Ну да, у нас впереди продолжительные майские выходные И, собственно, это последняя неделя, когда мы можем привести в порядок город Вы, кстати, лично будете участвовать, да? Конечно, у нас запланирован субботник и на территории, где расположена инспекция У нас она достаточно большая Сейчас там идет капитальный ремонт, поэтому мусора там достаточно много И плюс еще в Александровском саду будем участвовать в субботнике То есть целый десант служащих появится там и будет прибираться Вы управляющие компании как-то отдельно собирали, чтобы проговорить с ними вот эту вот задачу Привести город в надлежащее состояние, к юбилейным именно мероприятиям? Или еще предстоят эти совещания? Мы регулярно собираем управляющие организации И если мы их собираем, то, естественно, эти вопросы тоже освещаем В основном, конечно, чаще всего мы проводим совещания с ассоциацией управляющих компаний Где вот эти вопросы в том числе обсуждаем и они нас поддерживают И члены ассоциации, они как раз одни из первых проводили субботники Начинали вот эту работу по проведению субботников И очень грамотно подходят к организации субботников и ответственно В ближайшем будущем у нас планируется подобное совещание Мы на май, на 15-е, по-моему, планируем как раз собрать все управляющие компании И ряд вопросов там проговорить, в том числе и по подготовке к юбилею Есть ли с их стороны какие-то просьбы, требования, я не знаю, обеспечить помощь какую-то? Да, бывает, например, в части вывоза вот этих веток Как раз придуманных территорий взаимодействия с Купритом Мы с Купритом тоже этот вопрос проговаривали по просьбе управляющих организаций В любом случае это все касается текущей какой-то бытовой деятельности Где-то что-то помочь, где-то найти, не знаю, подрядчика, может быть, где-то с фондом капитального ремонта Какие-то вопросы проговориться, стыковать деятельность ФКР и деятельность управляющих организаций Для этого мы создали рабочую группу, куда также включили фонд капитального ремонта Представители Министерства энергетики, ЖКХ и управляющих организаций Чтобы вот эти вот вопросы сразу мы закрывали вот этим взаимодействием И, соответственно, стыковали деятельность УКашки и подрядчика Кстати, про капитальный ремонт, наверное, отдельная такая большая тема этого лета Потому что фасады у нас ремонтируют Этого или прошлого лета? Этого лета Этого лета еще не наступила Ну, предстоящего лета, хорошо Но мы видим, что темпы набирают Да, и, естественно, все не успеют до июня Понятно, что будут в течение всего летнего периода проводиться работы Есть ли какие-то ограничения? Я понимаю, что там больше, наверное, к фонду капремонта вопрос, тем не менее Есть ли какие-то ограничения по времени производства работы? Условно, там с июня сначала до окончания июньских мероприятий Лучше там не ремонтировать, не начинать какие-то новые объекты, не ставить там леса Если речь идет именно о центральных, опять же, улицах, которые в юбилейных каких-то мероприятиях задействованы Ну, вот этот вопрос как раз-таки к фонду, да, и к Министерству энергетики, наверное, и к администрации Но в целом, да, действительно, есть такие требования, чтобы на период проведения мероприятий этих лесов уже не было То есть либо это завершение работ, либо мы заранее убираем леса, чтобы не портить облик города, чтобы он был у нас красивым к юбилею От управляющих компаний, опять же, по взаимодействию с фондом капремонта, есть ли какие-то замечания? Во многих домах сейчас ремонтируют крыши, начали активно тоже эту работу И вот этот строительный мусор, который сбрасывают сверху, да, старые доски, там, не знаю, старое покрытие, еще что-то Во многих дворах, я наблюдаю, все еще лежит То есть его вывезти должны будут до... Да, это входит в контракт между ФКРом и подрядчиком, что этот строительный мусор он должен вывезти Причем там установлены сроки для вывоза строительного мусора То есть на всех территориях должны стоять бункеры для того, чтобы строительный мусор сразу скидывался туда Ну, мы видим, что не везде... Не получается Да, мы на эти замечания реагируем, передаем их фонду в отношении фонда Применяем меры, потому что это ответственность в том числе и фонда капитального ремонта, контроль за подрядчиком И, соответственно, если такие жалобы поступают, либо мы сами видим при обходе территории, что есть строительный мусор, то меры применяем к фонду Это же еще дополнительное создание пожарной угрозы, да, когда кровля разобрана, деревянная, эти доски Ну, слушайте, даже управляющая компания это мешает, ну, то есть это же не их задача вывезти этот мусор, правильно? А управляющая компания не может со своей стороны какие-то работы проводить в этот момент во дворе, потому что там, извините, вот все это лежит и мешает Ну, это еще и угроза жизни и здоровья граждан, то есть у нас же дети, да, которые по этим доскам ползают, поэтому Организация вот этой завесы, вот эта сетка, когда капремонт проводится, это обязательное условие, да, подрядчику? Это опять-таки мы говорим об угрозе жизни и здоровья, чтобы ничего никому на голову не свалилось, должна быть натянута сетка для проведения работы Мы уже немножко затронули эту тему, тему с надписями на фасадах, и вот, к сожалению, большому наблюдали мы, например, на нашем здании на Московской 40 В прошлом году у нас сделали ремонт, отремонтировали фасад и практически сразу, то есть там недели не прошло, наверное На этой чистой краске появились надписи и рисунки Нехорошие люди, так их назовем, да, они как-то вот волнами, да, проходят по всему городу и оставляют свои надписи Их закрашивают, потом снова волна прошла, они снова появляются Вопрос устранения, скажем так, этих следов, это уже обязанность управляющей компании, не фонда капитального ремонта? Нет, это обязанность управляющей компании А управляющие компании там выходили каким-то образом, может быть, и на вас, и на фонд капремонта, не знаю, на УГВД с тем, чтобы каким-то образом найти вообще этих людей? Как их искать-то? У нас есть такая организация, общественный союз собственников недвижимости И вот они как раз очень активно работают вот по данным надписи, но в части информации там о наркотиках и так далее, запрещенных сведений Да, и вот в этом направлении они прям активно работают и пытаются как раз-таки найти тех людей Ну, был же один, по-моему, или два факта, когда находили вот этих людей, которые наносили надписи, их привлекали к уголовной ответственности И вот, соответственно, в этом же направлении работает и эта организация И есть цель это придать большой огласке, чтобы у тех людей, которые однажды захотят... Да, в его руки зачешутся, чтобы они этого не делали, зная о том, что вот... Будут пойманы Будут пойманы, будут привлечены к уголовной ответственности и, соответственно, понесут наказание и стены их заставят красить, скорее всего Ну, то есть будут такие реальные меры ответственности в отношении данных лиц Пока вот так Пока силами управляющих компаний А у них есть какая-то тоже, ну, временные какие-то рамки, когда они должны устранить то, что случилось? Ну, мы ориентируем прям, ну, немедленно устранить Быстро Да, быстро, то есть это все-таки мы же говорим о том, что тут небезопасные надписи размещаются на фасадах Поэтому есть еще нюанс с краской вот о том, что мы говорили Подбирать Да, подбирать краску, это не всегда возможно И вот управляющие компании прям просит фонд, чтобы краска, которая остается от ремонта фасадов Чтобы ее не выливали Чтобы не выливали, чтобы не передавали, да, не выбрасывали Ну, это... Ну, это тоже вопрос личный, не говорим Не урегулировано рамками законодательства, поэтому тут вот такой нюанс есть Ну, если останется, да, ну, почему бы не помочь? Если уж не останется, то извините Давайте еще поговорим про здания, которые в не очень хорошем состоянии находятся Которые не попадают, вроде как, не под программу капремонта А иногда и попадают, но не дошла до них очередь Общались мы недавно То есть речь, прежде всего, про старый жилфонд, я так понимаю Да, с представителями администрации через Гурдуму там пытались эти вопросы решить Кое-что удалось, ну, в частности, речь шла о том, что у нас на нескольких домах будут баннеры применяться Которыми просто закроют фасады Ну, часть домов, ну, там, на части домов, да, баннеры Скорее всего, это касается больше домов, которые подлежат сносу, расселены Где никто не проживает Заброшенные Да, заброшенные Там администрация будет вешать баннеры А то, что касается домов, которые все-таки там граждане живут То, насколько я знаю, администрация планируется проведение там текущего ремонта То есть хотя бы какой-то внешний облик этого здания, он будет восстановлен Хотя бы что-то Учитывая, что большинство домов таких не подпадает под программу капитального ремонта В силу того, что они уже признаны аварийными подлежащему сносу Либо в силу того, что там мало квартир, меньше пяти Соответственно, это достаточно хороший метод восстановления фасадов таких многоквартирных домов Собственники не всегда готовы платить за проведение работы Да почти никогда не готовы, мне кажется Особенно если это небольшой многоквартирный дом Если там вот квартир 10, 12, 16 Мы понимаем, что просто Какими должны быть отчисления Затраты на покраску фасада, ведь они значительные Да, именно так А вообще жалобы в госжилой инспекции поступают от жителей таких домов? Да, само собой На что жалуются? Ну, конечно же, учитывая, что Износ системы, инженерных систем И вообще конструктивных элементов дома достаточно большой И жалуются, естественно, на то, что там где-то козырек отвалился Где-то ступеньки провалились, где-то крыша Где-то изношена вот именно инженерная система Соответственно, большое количество протечек на этих системах Понятно, что управляющие организации обязаны поддерживать дом в таком состоянии Чтобы граждан там было безопасно проживать И чтобы граждане были обеспечены коммунальными услугами Но зачастую собственники этих помещений Они не хотят платить То есть собираемость на таких помещениях, она достаточно маленькая И граждане не всегда понимают, что на содержание аварийного жилья На него тратится денег гораздо больше, чем на содержание нового жилья И в большинстве случаев вот эти размеры платы, которые утверждены Либо общим собранием, либо орган местного самоуправления Недостаточно для того, чтобы вот этот дом поддержать именно в таком состоянии Чтобы в нем было возможно безопасно проживать А как тогда управляющая компания в этой ситуации выкручивается, что называется? А вообще у всех управляющих компаний есть таких домов? Не у всех Не у всех Не у всех С муниципальным участием Нет? Нет? Одна С муниципальным участием Но в ней нет аварийного фонда А как тогда этот жилой фонд вообще обходится? Ну то есть в нагрузку эти дома отдают каким-то управляющим компаниям, что называется, или как? У нас есть обязанность органов местного самоуправления проводить открытый конкурс Для тех многоквартирных домов, в которых не выбрана управляющая организация Где собственники сами не определились? Где собственники сами не определились, там проводится открытый конкурс Есть список управляющих организаций, которые изъявили желание в этом открытом конкурсе участвовать И, соответственно, они берут такие дома в управление Плюс еще есть у нас такой порядок, как назначение временно управляющей организации То есть это период, когда никого нет, но назначить кого-то нужно До проведения открытого конкурса Либо до того, как собственники примут решение О выборе способа управления И там тоже есть определенный список Из этого списка есть управляющие организации Которым вот эти многоквартирные дома распределяются В том числе аварийные, ветхие и так далее Естественно, те дома, которые Не аварийные, не ветхие И с хорошей собираемостью Они вряд ли попадут в конкурсную массу И, скорее всего, заберут По договорам управления заключенным собственниками На основании решения общих собраний собственников А вот по таким домам Таким образом происходит процедура И, соответственно Этой конкурсной документацией Определяется и размер платы за содержание Общего имущества А он обычный такой В рамках муниципального тарифа Или он обычно повыше бывает? Бывает и повыше Бывает в рамках муниципального размера Бывает повыше, но чаще всего повыше По конкурсам Хотелось бы, да, еще в целом Понимать ситуацию с управляющими компаниями Ранее мы с вами встречались Беседовали неоднократно И всегда упоминали о том Что у нас количество управляющих компаний растет Этот процесс продолжается? Или сейчас В регионе в целом Несколько притормозился Ну, я бы сказала, наверное, да Он притормозился Но я даже не знаю В чем причина Вот Вероятно в том, что с дурой Может быть Ну, то есть рост вообще Иректабельность снизилась Немножко увеличение Количества управляющих организаций Незначительное То есть примерно цифра Она из года в год Примерно одинаковая Сейчас у нас их в районе 200 Да, 203 Это по области по всей Соответственно, она примерно, наверное, там Ну, плюс-минус туда-сюда меняется Но, тем не менее В среднем остается Просто количество управляющих организаций В связи с вот этим вот Продлением лицензии массовым Которое было по России Оно немножко скакануло Потому что Год назад было, да? Да-да-да Не понимая, что ждет управляющая организация Они стали создавать резервные управляющие компании И, соответственно, у нас в реестре Появились изменения В виде новых управляющих организаций Которые создавались теми же самыми учредителями А в них нет домов в управлении То есть они просто есть То есть никакой деятельности На всякий случай Да Но исключить из реестра Мы их тоже не можем То есть если раньше, например, была норма Которая предусматривала Что если в течение полугода Управляющая организация Деятельность по управлению домами Не осуществляет То мы ее смело Убираем Убираем из реестра То есть аннулируем Мерзая душа тогда и получает Да Но практика судебная Сложилась другим образом Несмотря на то, что норма есть Практика Суд нам сказал, что нет Никто не имеет права Запретить управляющей организации Заняться этой деятельностью Даже если полгода прошло Не важно Поэтому отстаньте от них Может они пока думают Выбирают себе дома То есть поэтому у нас Достаточно большое количество Управляющих компаний Которые просто Получили лицензию Но деятельностью по управлению Не занимаются Есть ряд управляющих компаний Которые Когда-то давно Там были созданы Получили лицензию Но Даже ее не продлевали То есть просто вот Срок действия истек И все на этом Алена Госжилая инспекция Отслеживает процесс Перехода домов От одной К управляющей компании К другой Насколько активно Сейчас это происходит И есть ли сложности Какие У нас сейчас же Внесли изменения О том, что В течение года Только один раз Можно принять решение О смене управляющей организации Поэтому На общем собрании Это должно делаться Да, да На общем собрании, конечно Поэтому Я бы не сказала, что активно Но вот Где-то примерно В день Решений Наверное 5-6-7 В день? О переходе Да В день? В день В день В день Подождите То есть это Получается За месяц Это 100 Ну это не всегда Ну вот Я просто сейчас Как раз этим вопросом Занимаюсь И вот я вижу Что мне на подпись Приходит там Несколько решений О переходе одного дома От одной управляющей И другой Это может весна Просто такая Ну опять же Мы имеем ввиду В всю область Обновление 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 Ну там где-то примерно Ну не всегда же То есть не каждый день Ну может 5 пришло Сегодня Завтра Ну может 4 Завтра 0 А потом послезавтра А какие тут основные тенденции Можно как-то заметить Крупные управляющие компании Они становятся еще крупнее Или Не знаю Как-то иначе Сложно мне кажется Да Очень сложно Потому что Разные вопросы Бывает так Что в дом приезжает Какой-то новый собственник И ему не нравится И внечит Да Ему не нравится Управляющая организация И он всех остальных Собственников подбивает На смену Управляющей организации Бывает что В дом заезжают Представители Управляющей организации И начинается Вот этот вот Переход Плюс еще Есть такая тенденция Что Граждане пытаются Снизить плату Размер платы За содержание Общего имущества И соответственно Найти управляющую организацию Которая будет дешевле Эти работы выполнять Некачественно Минуту буквально Рекламная пауза продлится И мы вернемся Позвращаемся к нашей гости Алена Дудникова Руководитель госжилой инспекции Кировской области В нашей студии Поговорили о переходах От одной компании к другой Некоторое время назад Вообще Эта история Она осложнялась постоянно Скандалами Еще чем-то Да Там старая управляющая компания Жителей не хотела отпускать Двойные платежки Вот это вот все Это пошла тенденция На спад сейчас То есть Успокоилось как-то все Легче стали Стало более цивилизованно Эта история Ну Может быть да Легче стали отпускать Плюс еще Арбитражный суд Поставил точку в истории С платежными документами То есть Когда Управляющая организация Старая Имеет право Выставлять платежный документ Только до того момента Пока она есть в реестре Как только из реестра Исключили дом У этой управляющей организации Соответственно Право на выставление Платежного документа Прекратилось Поэтому Точку с двойными платежками Мы прям Дома уже поставили Здесь уже Споров никаких не возникает Все с этим вопросом согласны Понятно, что Никуда не делись Вот эти споры С появлением Двух протоколов То есть Бывают такие ситуации Когда управляющие организации Принципиально там За дом борются И появляется один протокол За ним второй протокол Общего собрания Да Собственников И там Одни и те же фамилии То есть один протокол За одну управляющую компанию А другой за новую Да Ну не всегда бывают Одни и те же фамилии Бывают и другие И по фактам фальсификации Естественно Обращения граждан поступают Полиция с ними разбирается Но я не скажу Что это Так Рьяно происходит Как было Там в ранние периоды Уже не массово Да Массово Такого нет То есть раньше у нас было Просто Когда там По 5-6 протоколов К нам приходит О смене управляющей организации То на одну То на другую То на третью Тяжело было это все анализировать И делать вывод о том Что кто все-таки управляет домом На сегодняшний день Ситуация поспокойнее Управляющие компании Которые проштрафились настолько Что лишились права Сниматься этой деятельностью Есть у нас в регионе Да Такие управляющие организации есть Два Два подряд нарушения Да Лицензионных требований Да Там нужны два подряд нарушения Грубые Лицензионных требований Лицензионных требований Но дело в чем Что естественно Любая управляющая организация Она в первую очередь следит За тем Чтобы не допускать Вот эти грубые нарушения Лицензионных требований Поэтому На вот этих фактах Все которые перечислены у нас Там в жилищном законодательстве Попадаются управляющие организации редко То есть Прям принципиально Даже Насколько бы она там была Безответственная управляющая организация За вот этим моментом Она всегда следит Поэтому Это же будущее Компании Да Зарплаты Доход И так далее Ну факты есть Много ли их? Немного В том и дело Что все-таки Грубые нарушения Лицензионных требований Не потому и грубые Что их прям Редко случается И что для того Чтобы их совершить Нужно реально Просто халатно Относиться К своей деятельности Проблема еще И зафиксировать Наверное Это грубое нарушение Или По фиксации Я бы не сказала Что это достаточно сложно Но вот именно То есть у нас Грубые нарушения Лицензионных требований Для примера Например Незаключение договора На обслуживание Внутреннего Газового оборудования Естественно Любая управляющая организация В первую очередь Это делает Это то что у нас В последние месяцы Актуально Вот Единственное Наверное Грубое нарушение На котором Чаще всего попадаются Управляющие организации Это не передача Технической документации На многоквартирный дом При смене Управляющей организации То есть вот как раз Во время споров Вот этих Да Они должны соблюсти Сроки Передачи Технической документации И объем Передаваемой Технической документации На многоквартирный дом Если такие нарушения Имеются Это уже грубое нарушение И два подряд Это аннулирование лицензии Ну вернее Мы выходим С иском суд Об аннулировании лицензии И дальше мы выходим В процедуру Спора Который чаще всего Затягивается На достаточно длительное время Год Год Полтора У нас рекордно Минимальное количество Было времени Потрачено На аннулирование лицензии Это два месяца Когда решение Выносил Не наш суд А суд Московского региона Это самое быстрое Прямо Да Мы в два месяца Уложились Мы сами Не ожидали В общем Тут прям быстро Суд вынес решение А по региону У нас пока Практика такая Что от года До полутора примерно Потому что Решение суд выносит Дальше она идет Обжалуется И как бы Процедура затягивается С аннулированием лицензии В общем По прежнему Не так просто Наказать нерадивую Да По прежнему Мы пытаемся Внести изменения В жилищное законодательство Даже разработали Свой проект изменений Вместе с ЗАГС Собранием И соответственно Пытаемся Это дело С мертвой точки Сдвинуть А напомните Пожалуйста Какие изменения Самые основные По аннулированию Да Мы хотим Предложили Избавиться От лицензионной комиссии Как Такой орган Который Собственно Ничего не решает То есть Время тратится На это Формальность Да Потому что Мы очень много Тратим время На сборы Вот этой лицензионной комиссии Которая по факту Просто поддерживает Решение Жилищной инспекции О том Соответствует Не соответствует Законодательство И плюс Через лицензионную комиссию Опять-таки решаются Вопросы Выхода Об аннулировании Лицензии В суд С исковым заявлением То есть Мы опять ее собираем Должны принять решение Промежуточная Формальность Плюс еще Вносили ряд изменений По поводу Именно Требований К Самой деятельности Управляющей организации В ряде регионов Были предложения Увеличить Уставный капитал Управляющей организации Там А у нас Обычно 10 тысяч Да Было предложение До 5 миллионов Увеличить Уставный капитал Управляющей организации Но Это мне кажется Тут уже фас Ну для нашего региона Да Тут уже фас Чтобы отцепло Да Большое количество Интересантов Предложение На самом деле От именно И от органов Жилнадзора И от губернаторов Других регионов Очень много поступает Они же через нас Служи проходят Мы их читаем Они действительно хорошие Но К сожалению Пока Ни одной из них Не было реализовано Единственное Было реализовано Это то Что у нас сейчас В случае аннулирования Либо Непродление Срока действия Лицензии Управляющей организации Учредители этой организации Не смогут открыть Новую Новую Управляющую организацию И получить лицензию На осуществление Этой деятельности Вот это Плюс Определенный Потому что тут мы понимаем Что у нас Ряд управляющих Организаций После Наступления Определенных сроков Своей деятельностью Не смогут заниматься Нету Можно же Паспортные данные Сменить Подожди Дело не в паспортных данных Они же попадают В реестр В реестр В реестре дисквалифицированных И соответственно Мы видим То есть уже как потом Не выкручивайся Уже не получится Тут единственный вариант Это опять кого-то искать Очень быстро Минутка у нас остается Буквально Отопительный сезон Заканчивается Впереди Новый отопительный сезон И лето Подготовка к этому сезону Вот Что должны сделать Управляющие компании На что обратить внимание Жителям В трех словах Промывка Прессовка Системы отопления Ну и Подготовка дома Теплового контура Многоквартирного дома К предстоящему Зимнему периоду То есть это Целостный стекол Плотный притвор дверей Чтоб нигде не дуло Нигде не протекало Вот эти работы Управляющая организация Должна провести Какие сроки надо Начинать Чтобы успеть До 1 августа Ну да Скорее всего Мы опять будем Придерживаться цифры До 1 августа Но тем не менее Отопительный сезон Начинается На следующий же день Как заканчивается Подготовка Как заканчивается Предыдущий Поэтому Адекватные Управляющие организации К этому Приступают Примерно сразу То есть Оставляются графики Этих графиков Проводилась работа В отношении Многоквартирных домов Ну текущий Отопительный сезон Еще не завершен Надо сказать Хотя может это Произойти в ближайшее время В опросе Который организовал В своем телеграм-канале Глава администрации Вячеслав Семаков Проголосовал уже Почти 8 тысяч человек И лидирует Вариант ответа Да уже очень жарко Давайте заканчивать Подожди На следующей неделе Будет очень холодно Если отключат отопление Особенно Да В Слободском Кстати Вот Алена Александровна Сказала что Уже приняли решение 27 апреля отключаются Да В субботу получается Спасибо Благодарим На этом завершаем нашу беседу Спасибо Да Алена Дудникова Руководитель Голоженинспекции Нашей области Спасибо До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин